Не удержав Херсон, россияне принялись ежедневно мстить мирным гражданам за их позицию. Городы, освобожденные территорией области, регулярно подвергаются артобстрелам. В периоды затишья местные разбирают завалы, забивают окна фанерой и пленкой. Репортаж о жизни города-героя далее. Выбиты окна, дыры в стенах, поврежденные крыши. Во дворах горы мусора, оставшегося после атак российских ракет. Так сейчас выглядят спальные районы Херсона. Окупационные войска терроризируют местное население и днем, и ночью. 23.30 мы кинулись от того, что шла дым. Гарь была в квартире с ребенком. Начали сразу вещи, чемоданчик и выходить сюда. Дым был везде, ничего не было видно. Начали соседям обзванивать, спустились, вызвали МЧС, приехали. Валентин Крючков после пережитого обстрела решил эвакуироваться. Говорит, русские стреляют без разбора. Здесь, среди жилых домов, не было ни одного военного объекта. Предположение, решили разлечься, говорит, солдатики. Решили пострелять, говорит, куда попало, куда улетит. Да и все. Не такое мнение. Если бы были у них военные какие-то объекты, туда били. Как в Чернобаевку туда били. А это так, развлекуха у них. По жилым домам, то и все. В инфраструктуру, что тут у нас, ничего не работает. Рядом, тут нема ничего, кроме рынка нашего, то и все. Пока тихо, местные собирают мусор и заколачивают окна, где это еще возможно. На помощь пришли и бригады волонтеров. Каждый день прилетают, люди страдают от прилетов, от этих русских мразей, я извиняюсь за выражение. И нам звонят люди, обращаются с помощью зашить нам окна. Окна, балконы. Мы приезжаем с ребятами, у нас есть несколько бригад. И таким методом мы выручаем людей, зашиваем им фанерой и окном. После освобождения Херсона украинскими военными россияне принялись терроризировать местное население. С левого берега Днепра стреляют из всех видов артиллерии. Бьют в основном пожилим домам и разрушают инфраструктуру.